МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! У нас в области сейчас работает вторая международная летняя театральная школа под названием «Театрон». Я вам должен сказать, что в этой школе ваш покорный слуга Я сделал феноменальную карьеру. Когда была первая театральная школа, я выступал в ней, принимал участие в качестве ученика и имел вот такое приблизительное удостоверение потом. Ну а теперь, посмотрите, я уже участвую в другой ипостаси. И очень здорово, что вместе с моими коллегами мы стараемся вести эту школу так, чтобы понятие аматорства, ну, упоминалось хотя бы процентом на 50 всего лишь. Потому что те люди, те коллеги, которые принимают, которые обучают, они большие, профессиональные, известные своими новшествами на Украине. И вот они, некоторая часть из них, находится сейчас в студии со мной. Я прошу вас представиться каждого вот слева направо. Меня зовут Людмила Аспадова. Я глава общественной организации Федерации аматорских Николаевских театров. Являюсь координатором проекта Второй международной летней театральной школы «Театрон». Люда, откуда такая идея родилась? Она востребована вдруг год назад, оказалось? Что такие школы где-то еще существуют у нас на Украине или за рубежом? Она даже международная, нет? На Украине нет, да, это мы точно знаем. За рубежом, конечно, такие школы практикуются. Но эта школа выплыла плавно из нашего международного фестиваля, который был на протяжении 10 лет проходил в городе Николаеве. Это «Южные маски». И когда «Южные маски» мы завершили, закрыли, то решили, что нужно придумать какую-то альтернативу. Потому что очень много у нас друзей, очень много у нас хороших театров, замечательных руководителей, которые с удовольствием к нам приезжают и решили придумать какой-то новый формат. Вот так и появилась театральная школа. Ну вот, мы недавно вернулись из Очакова, пять дней занимались там. Это было и удовольствие, потому что до обеда все ходили на море. Ну и польза от того, что учились и обучали. А теперь эта школа переехала работать сюда, в Николаев. Люда, я обязательно хочу, чтобы и в начале, и в конце программы вы сообщили, что еще и где сейчас в Николаеве будет. Пожалуйста. Ну, в данный момент сейчас в здании, на площадках Николаевского академического художественного русского драматического театра проходят мастер-классы для профессиональных актеров и для участников нашей театральной, то есть аматоров. Сейчас, в данный момент, в два часа начался мастер-класс члена Международной ассоциации каскадеров Украины Игоря Суркова из Харькова. Это преподаватель Харьковского университета имени Котларевского. Сегодня еще у нас будет показ спектакля, двух спектаклей в театре, на который мы с удовольствием приглашаем зрителей. Это первое, это будет моноспектакль Олеси Чухрий. Это актриса Николаевского украинского академического театра. Мауна с этим спектаклем, она собирается ехать на международный профессиональный фестиваль в Англию. И это в 16.00 сегодня. И в 18.30 будет спектакль Николаевского академического художественного русского драматического театра. «Спасибо тебе, Яша». А завтра? Репертуарный спектакль. Завтра мы приглашаем всех тоже на спектакль прекрасного театрального коллектива. Он граничит между профессиональным и аматорским, потому что ребята на самом деле профессионалы, руководители, которые закончили тоже университет Котларевского. И они привозят нам мастер-классы и привозят нам замечательный спектакль «Валентина в день». Очень интересный. Это театр «Сплэш» из города Киева. Их спектакль будет в 17.00. И в 18.30 у нас завтра будет церемония закрытия, после которой будет грандиозный концерт, посвященный 80-летию основания нашей области, города Николаева. Вот сейчас ко всем гостям, которые сейчас присутствуют на этой передаче, сидят рядом за этим столом. Я хочу, чтобы, что бы вы ни говорили сейчас, отвечая на мои вопросы, да, но все равно помните о том, что вы обязательно должны сказать, что такое сейчас аматорское театральное искусство и у нас в Украине, это те люди, которые работают на Украине, и в Европе. Я, Надя, вам передаю слово, но прежде всего давайте, чтобы нам легче было дальше общаться, да, я очарован вашим уроком, как его правильно называть, да, и я думаю, что даже нашим телезрителям будет интересно, чтобы вы показали вот все эти пасы, все эти задачи, которые вы ставили перед учениками, а теперь представьте перед нами и перед зрителями, пусть они тоже это выполняют. Пожалуйста. Меня зовут Надежда Бражникова, я из города Лисичанска, Луганской области. В Николаев мы приезжаем уже на протяжении 10 лет на Южные маски, и вот сюда на театрон приезжаем, в первую очередь за знаниями, поделиться своими и пополнить свои знания. Этот год был заявлен Европейского театра. Ну, что мы делаем? Мы немножко раздвинули рамки актера и дали знания, немного энергетического понимания, как можно с хорошей энергетикой, зарядившись, работать на публику. Ну, первым делом мы открываем руки в нашем театре. Ну, давайте сделаем это, давайте, 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 давайте увлечемся. Очень-очень сильно мощно до жаркого, 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 жаркого. Есть жара, да? Так, так, так. Теперь провернем по часовой стрелке каждый пальчик, каждый пальчик, провернули. Так, так. И вот той энергии, тем теплом, которое вот здесь создалось, прочувствуйте его, оно очень такое нежное, вот этот шарик. Так, да, вот здесь должен быть какой-то шарик, да? Ну, да, энергетический такой шарик, вот сопротивление какое-то чувствуете в ладошках есть, да? Ну, если вы говорите, значит чувствуем. Вот этот шарик, это та энергия, которая может помочь нам. Мы ее внедряем себе в сердечную чакру, и она дает сюда это сделать, да? Мы как-то неврежно это сделали. Тут это надо делать, наверное, все-таки как-то, да? Ну, это нежное. Это я телезрителям просто говорю, что вы стараетесь это делать все-таки. То есть мы подзаряжаемся, подзаряжаемся как актеры. Потом делаем коллективное упражнение. Мы беремся за руки, замыкаем круг. Ну, давайте представим, что мы его замкнули. Так, он оператор, ребята, думайте, что мы с вами. Каждого из нас, давайте сейчас пока разомкнусь, вот здесь есть свое солнышко. Мы открываем шторку, и это солнышко вырывается. То есть этот лучик, давайте, вырывается и касается каждого из нас. То есть мы в своем кругу делимся вот со зрителями нашими, с телезрителями, с коллегами. Каждого касаемся своим лучиком. Ну, как зрители? Вот сейчас оператор ведет панораму, да? И мне кажется, что вот наши руки, ну, не мои, конечно, вот девушек, женщины очень красивые. Это имеет уже тоже какое-то значение. Символическое, да? Конечно, конечно. Объединяясь таким образом, объединяя энергию, мы получаем силу и раскрепощаемся. То есть мы доверяем партнеру, с которым сейчас будем работать и играть. Ну, вот как бы так, азы того, что мы даем в театре. Вот это и все. Расскажите что-то о вашем Лисичанске, театрально-любительском, и о вашем коллективе, может быть. Какие проблемы есть вообще вот сейчас у нас? Как вы их решаете? Проблемы, конечно, у всех одинаковые. И репертуар, и костюмы, и финансирование. У многих еще и помещение. То есть, ну, набор, как бы, у всех одинаковый. Кто как с этим борется, и кто как выходит из этого положения по-разному. В нашем регионе так случилось, что мы в городе только вдвоем остались. Народный театр Лимпупо, который я руковожу, и образцовая детская театральная студия Орликин. Ну, на Луганщину детского больше театра нет. Поэтому по Луганской области сложности даже поговорить с коллегами. У нас есть профессиональные театры, но аматорских, детских, к сожалению, нет. И вот такие театроны для нас это воздух. Для нас это очень большой стимул. Мы можем пообщаться с коллегами, приехать, посмотреть, себя показать. То есть, замечательно, что театрон существует. Дай Бог, чтобы он долгие-долгие годы был. Очень приятно с коллегами общаться, с иностранными коллегами. Познавать, что такое европейский театр. Тенденции европейского театра. Мой, как бы, небольшой коллектив, ну, где-то, ну, человек 70 примерно. Потому что плавающий туда и сюда. У вас, кроме вас, еще есть какие-то в штате, еще какие-то люди есть? Или вы одна? Нет, я одна. Я и режиссер, я и руководитель. Я работаю в городском дворце культуры на должности руководителя театра. Надя, вот скажите, все-таки вот мы, вот Люда и Надя, теперь мы все-таки должны сказать, сколько стоит, чтобы, если кто-то захочет уже на третий фестиваль этот приехать, сколько стоит, как добираться, с кем связываться. И вообще, сколько сейчас стоит театральное любительство? Родители какое? Так вот, говорите откровенно. Ведь это все иногда чуть-чуть скрывается. Но то, что нельзя говорить, то и не говорите. Я не буду вас выпытывать. А вот как это все-таки организовывается? Потому что, ну, я уже сам ездил в несколько, на нескольких фестивалях с нашими николаевскими трупами. И я знаю, как это все прорваться и как, и чего. Уже как мы ехали с Краматорска, представляете, вы там неподалеку, да? Как нас останавливали гаишники, как в лучшие советские времена и говорили, дайте нам мороженое. Теперь это так называется. И как наши бедные артисты сельской местности рылись в кошельках и отрывали от себя самое-самое, чтобы как-то добраться до Николаева. То есть, ну, о дороге я уже не буду говорить. То есть, всегда в детских коллективах родители принимают основная финансовая ударная сила. Или вы имеете спонсоров каких-то? Большое спонсорское, конечно, вливание это родители, но у нас есть народный депутат Украины Сергей Дунаев, который очень любит детей, он любит детское творчество, он помогает нам с финансированием. Очень много дает денег для того, чтобы пошили костюмы. И вот сейчас у нас работает в области программа «Театр детям», которая финансируется из фонда, и дети приходят на спектакли бесплатно. То есть, мы не продаем билеты. Карина, самая молодая из преподающих, да? Танцы. Танцы, да? Да, преподаю танцы. Рассказывайте. Ой, преподаю танцы, ставлю композиции, работаю в театре, презенция с места, ну, с города Винницы. Обожаю танцы, это моя жизнь, мое хобби, даже не знаю, как объяснить. Мне очень понравилось, что театрон дал возможность открыться, поработать с ребятами, поставить с ними флешмоб. И я надеюсь, вам очень понравился наш флешмоб. Он был такой необычный, драйвовый, и каждый человек, каждая личность проявила себя шикарно, честно. Карина, я сейчас должен взять с вас слово, сегодня не получилось, да? Но в понедельник, сегодня мы разговариваем в прямом эфире с гостями, которые уже до понедельника уедут, и кто куда. Поэтому я с ними решил организовать эту передачу. А в понедельник мы соберемся с нашими николаевскими участниками, и я вас прошу, в начале передачи, которая будет в прямом эфире, в три размова на тему, в 13.00, вот в начале этой передачи и в конце вы покажете с театром «Стук» свой флешмоб, хорошо? Именно вот здесь. Я постараюсь приехать. Сделайте, да? Да, хочу. Как ты постараешься? Вы обязательно должны приехать. Хорошо, да. Ну, и теперь я с величайшим удовольствием представлю еще одного человека, с которым я год назад подружился и скучал по общению с ним, между прочим. Он всегда приезжает со своим сыном. Как его зовут? Агнас. Он уже у папы на спектакле сидел вместо звукорежиссера и так там классно все работал. Он не отстает от своей папы ни на миг. И хоть я не понимаю литовского языка, но мне кажется, что они говорят на серьезные темы, связанные с театральным искусством. Правильно, Йонас, или нет? Ну, на разные темы мы говорим, на серьезные. Ну, еще раз представься, Йонас, скажи. Я Йонас Бузилявскас, я из Литвы, города Некщей, театр центра культуры города Некщей. Я работаю там руководителем театра. Ну, там у нас сейчас именно народный театр уже незначимый стали. Просто театр или некоторые театры там свое название какое берет. Так у меня просто театр центра культуры города Некщей. Я так полазил немножко в это. Это небольшой город Некщей, да? Может, только такой, как у нас Баштанка, там тысячи. Да, да, у нас где-то 10 тысяч. Просто он только туристически. Очень туристически. Много наезжают люди. Мэрия такого небольшого города имеет возможность держать театр, которым заведует Йонас. Я знаю, что ты уже поставил где-то штук 7 или 9, у тебя есть спектакли, да? Ты работаешь там года 4, да? В этом театре, да, сейчас. Сейчас, конечно, ты нас поразил. Ну, и в прошлом году тоже. Это был другой спектакль, сейчас новый спектакль. Исполняется он на литовском языке. Но, с одной стороны, мы не знаем, о чем точно идет речь, да? А с другой стороны, зритель может домысливать по этому поводу. Вот я хочу, чтобы все сидящие здесь, они увидели этот спектакль. Он уже вчера показывался. И в Очакове тоже. Каждый хоть небольшую микрорецензию по поводу этого спектакля. Скажите, пожалуйста, Люда. Начнем с вас. Это очень энергетический спектакль. То есть, когда ты сидишь и не понимаешь речи, да, но звучат стихи на литовском языке очень мелодичные, очень интересные, очень приятные, то ты все равно проникаешься атмосферой той, которую ты испытываешь на спектакле. Театр – это же не только речь. Театр – это не только слово. Театр – это ощущение человека. Это передача энергии. И Йонас колоссально просто передает эту энергию зрителям. Ну да, она на упражнении делает. Я вот этот шарик, вот этот, который я им отдаю зрителю. Не себе сердце, а им сразу. Конечно, это было видно. Корида. Ну, мне очень понравилось, когда вы работаете зрителем, и когда вы разбили этот стакан. Я так испугалась, конечно, сначала, но это очень круто. И ваши чувства, я вот так как прожила вместе с вами это все. Весь этот спектакль, честно. Конечно. Йонас в этом спектакле, он имеет свою драматургию, от чего она отталкивается. Но он все время импровизирует на сцене. Он все время придумывает. Сначала он придумал уже каким-то образом. Я к нему подошел, начуя стакана. Вот ты говоришь, да? Я говорю, а если стакан... Тут у Чаковини стакан был, а вообще бокал маленький. Попробуй еще его разбей. Хорошо, что там пол плиточный. А если на сцене, там же дерево. Я спросил у него, что ты мне сказал, Йонас? Ну, бывает, что они разбиваются. Ну, это важно, потому что эти осколки потом очень играют. Ну, в принципе, важная вещь. Этот спектакль про одиночество, про несчастливую любовь. Эти осколки как будто такие. Ну, символ, который дает такой большой смысл. Ну, я повторяю, еще разбью. Я, в принципе, подбираю эти стаканы, что они были тонкого стекла. Вот такой вот был. Ну, такой, да. Ну, силы хватило бы, да? Разбился, да. Опытным взглядом определил. Играешь в разных площадках, разные полы. Ну, все, как бы. Бывает, даже вообще играешь на каком-нибудь траве там-то. Ага. Ставишь какой-нибудь камень. Потом, конечно, природа же, это нельзя. Ну, так все. Ну, все. Мне один такой человек сказал, сколько ты сыграл? Я говорю, ну, все, где-то 400. Сколько разбитых стаканов? Давай, Юнас. Я вчера видел, что он в своем спектакле импровизирует, подходит с зрителем, общается с ними. На литовском языке. Ну, они как-то все догадываются по этому поводу. Вот. Поэтому вчера кто-то попросил у тебя, там, он по спектаклю сосиску ест. С вилкой он пришел к зрителям, и кто-то попросил, у него кусочек сосиски. Он отдал зрителю. Чем это дальше закончилось? Они вернули себе сосиску? Ну, не, а съели. Съели. Ну, как, это вот такой, как будто принцип вообще театра, чтобы не оставить зрителя равнодушным. Надо, ну, Грутовский, надо, чтобы делать по-настоящему все. Ну, вот, например, эти осколки, они видят зритель, что это не искусственно, это настоящее, что я могу порезать. Это настоящая вещь. Они острые. И они боятся, ну, вот это живое. Ну, вот, как вот поставь лед, и там босиком встань. Зритель будет видеть, что действительно человеку, актеру холодно ноги. И он тоже прочувствует этот холод, этот все. Так, ну, это сосиска тоже одно из настоящее, собственно. Ну, и это для спектакля, для мысли. Ну, вот это, вот как бы говорить прямо, идешь к зрителю. Это уже, ты не можешь врать тогда. Уже зритель должен видеть тебя вот здесь вот прямо. Ты, если ты далеко там, ты можешь там немножко подыгрывать, а здесь уже, если вот тебе вот видеть, всю вот эту энергию, вот это не только даешь, вот этот круг энергии должен создать. Вот я даю, а они берут. От них вот это. И вот я вижу же их, я вижу, они их ноги подцепляют. Литовский, это вот тоже эксперимент. Это школа, это тоже мы ищем, как это научиться. Вот эта речь вообще-то тогда не важна. Это человек втягивает, что он что-то там его вот задевает. Какие-то там воспоминания, может, там что-то какое-то. Не важно, что не понимает, что говорю. Вот эта вся атмосфера его втягивает в эту мою атмосферу. И он, как это, первый любовь, там, не знаю, как это в себя, в жизни. Вот даже плачут иногда женщины. — Юнас, мы так много говорили и правильно об этом спектакле и о твоей работе, что мы никак не можем, чтобы не попросить тебя все-таки где-то минуты две-три спокойно поиграть. Правда, учтите, что стаканы мы просто не... Не надо. В этот раз лучше попейте и покажите. Хорошо? — Ну, просто, чтобы услышали литовский язык. — Нет, побольше нехороший эпизод сыграйте. У нас есть минуты три, две минуты есть у нас. — Аж... Аж баржас. Литовичка с баржас покинется, ищѣ пъяву нактє сстоялось, аж брая над муши, аж бравжас диджеус оке, ищѣ плену далгом петвес. Раудра, и гедра, и вскак прауѐз, гирджу аж тилийс вакарайс, как склейджиаси нактис, жалиỏi мене сеной, и балтуй ошруку мурач. Пуринас как пауэз, ваугсиня, Спасибо большое, спасибо большое. Давайте, знаете, что сделаем? Вот показали мне, что осталось у нас полторы минуты, да? Давайте как-то тепло закончим наше общение в эфире, в прямом эфире, да? Давайте скажем по несколько слов и закроем эту передачу. Пожалуйста, Люда. Ну, а можно я с благодарностью? Ай, запросто, конечно. С благодарностью тем людям, которые поддерживают. Мы говорили про финансирование, и очень приятно, что областной власти и городской власти города Николаева совершенно, это и области Николаевской, не безразлично, и нас поддерживает управление культуры областное, и областное управление молодежной политики, областное управление по делам семьи и молодежи, вот, поддерживает нас финансово, и за это просто вот хочется сказать спасибо. И приходите и сегодня вечером в русский театр, подруливайте, знаете, куда? Там где есть театральный дворик, там пропустят вас запросто, и вы будете участником этого театрона. А вам все, дорогие люди, я... Ну, вот, счастливой дороги вам, чтобы приехали домой, чтобы... Ну, я знаю точно, что у каждого из вас, у меня точно уже есть две задумки, это театрон был полчком для этого. Пусть у вас будет творчество, творчество и ненасытность, желание творить. А вы люди такие, я вам желаю, чтобы вы именно с этими мыслями, с этим уехали из нашего города Николаево. Спасибо вам. До свидания.